Сегодня в гостях у женского сообщества из Инам Лавазариф предприниматель и основатель креативного бренда Гюляр Пашаева. Здравствуйте, Гюляр Пашаева. Здравствуйте. Спасибо, что согласились поучаствовать в нашем проекте. Отлично. С удовольствием. Первый вопрос. Как все начиналось? Как вы приступили к созданию бренда Гюляр Путик? Я 10 лет проработала в сфере медиа. На самых ведущих интернет-платформах, интересных и известных в Азербайджане, стояло у истоков создания многих интересных проектов. В 2016 году я переехала жить в Турцию и полностью решила поменять свое направление в работе. Мне хотелось что-то изменить. И именно тогда мне в голову пришла идея создать какой-то местный бренд. Я тогда не совсем понимала, что происходит и что я хочу именно сделать, но, наверное, все-таки вдохновение нашло тогда. И начали мы с того, что мы начали рисовать на куртках. То есть мы начали делать сручную работу на куртках. Первые работы сделала я сама. Присылать их в Баку. И после этого уже создали бренд в Азербайджане. Почему именно Гюляр Батик? Потому что вначале я собиралась просто завозить одежду из Турции и продавать ее здесь. Но потом так получилось, что я не смогла завозить одежду просто по одной простой причине, что это не мое. Я создатель. И мы начали создавать одежду. На данный момент мы являемся одним из самых больших производителей одежды в Азербайджане. То есть у нас действительно очень классное производство, которым я очень горжусь. Потому что это наш шестилетний труд. То есть люди, которые стояли со мной у основания, наша команда, они до сих пор работают. И с каждым днем команда все пополняется и пополняется. Мы обратили внимание, что вы интегрируете в ваше любимое дело искусство. Да. Какие-то творения узнаваемые. Да, да, да. Как вам пришла эта идея. Философия вашего бренда. Философия нашего бренда – это творить любовь. В первую очередь. Все связано с любовью. Почему все связано с любовью, я вам объясню. Если вы не любите свое дело, кем бы вы ни были по профессии, то это означает, что вы не нашли себя. Поэтому все то, что вы делаете, нужно делать с такой любовью, с таким альтруизмом. Когда я это все начинала, я не задумывалась о том, что мне это принесет. Я начала это делать на эмоциях, я начала это делать на любви. И я считаю, что у меня получилось. Потому что все то, что начинается и зарождается с любви, обязательно имеет право на жизнь. То есть очень сильно нужно любить все то, что ты делаешь. Если мы говорим о самом начале создания, о первых этапах, приходилось ли вам сталкиваться с окружающим мнением, со стереотипами? Ой, конечно. Были моменты тогда, когда я говорила, я закрой это все, я не хочу. Были люди, которые мне говорили, у тебя ничего не получится, чем ты занимаешься, закрой это все. Иди работать на определенную зарплату. Там, я не знаю, это все не нужно. Какая польза от этого бренда. Ой, сколько всего было. Даже мои родные, мама, родственники, они не до конца понимали, на самом деле, что мы делаем. То есть чем мы занимаемся, что мы разукрашиваем. Даже у меня моя бабушка, она спрашивала, что, а кто носит эти куртки? Кто-то это носит? То есть для них, для педагогов, для врачей из моей семьи, для них это было очень тяжело, что я не врач и не учитель, не педагог. То есть обязательно я должна была пойти или по стопам врачей, или по стопам педагогов. Но как так получилось, что я стала бизнес-леди, и чем мы занимаемся до них до определенного момента. В течение, в 6 лет мы существуем, в течение 4 лет они понимали, чем мы занимаемся. То есть, естественно, это все, поддержки не было ни от кого, на самом деле. Все говорили, у нее не получится, она закроется. Я не знаю, я ни от кого не услышала, что да, развивай, это клево, это круто и так далее. То есть все говорили, да, ни от кого я это не слышала, кроме клиентов. Наши клиенты, это, наверное, те люди, которые именно меня мотивировали делать все лучше и лучше. Я вам рассказываю об этапах того, как это было в течение 5 лет. Сейчас мы уже большое производство. То есть сейчас это немножко совсем другой уровень бренда, вообще другой уровень бренда. То есть сейчас мы больше интегрировались именно в это. А как побороть стереотипы и остаться самой собой? Наверное, нужно любить все то, что ты делаешь, в первую очередь. У меня на самом деле все связано с любовью, потому что я обожаю то, что мы делаем. То есть у меня это невероятная вера, это искусство. Вот это все в совокупности, да. А побороть стереотипы и оставаться самой собой, нужно просто чувствовать, любить и, наверное, скорее всего, не меняться. Не нужно меняться, не нужно кому-то соответствовать. Нужно быть такой, какая ты есть. А чего бы вы себе не позволили? Предательство, наверное, скорее всего. Предательство по отношению самой к себе. По отношению самой к себе. Да, конечно. У меня нету такого состояния, чтобы сегодня думать так, а завтра думать по-другому. То есть у меня все закономерно правильно. Поэтому я считаю, что, наверное, я бы не позволила по отношению к себе и именно к себе, к своим мыслям, измены. А что стоит между вами и вашей главной целью? Уже ничего. Абсолютно. Уже ничего. Как вы представляете себе Инамлы Вазариф Ханум? Я считаю, что Инамлы Вазариф Ханум – это женщина, которая в первую очередь леди. Которая в первую очередь ханум. Ханум, как вот она азербайджанская, именно ханум – элегантная, добрая, ласковая, нежная, теплая. И в то же время она настолько сильна своей волей, она настолько сильна в глубине души, что она своей стойкостью может поразить любого человека. Она никогда свои эмоции не выдаст. Потому что она в первую очередь женщина. Если мы говорим о окружающих нас людях, об окружении, главное качество, которое вы ищете от других? Доброта. Да, я считаю, что нужно быть добрым, нужно иметь большое сердце. Я очень близко всегда подпускаю к себе людей. Я очень искренне. У меня... И, к сожалению, люди это не совсем не всегда понимают. Я, наверное, все-таки ищу справедливости. Справедливости, искренности и именно доброты по жизни. А так, если брать, что вы ищете в людях, абсолютно ничего. Обратный вопрос к предыдущему. Что расстраивает вас? Ой, меня больше всего расстраивает копирайтинг на данный момент. Это меня очень сильно расстраивает, потому что есть очень много талантливых людей, чьи работы копируют. Меня это очень сильно расстраивает, потому что именно, наверное, копирайтинг – это самая большая проблема на данный момент в Азербайджане. И я считаю это немножко... Немножко не немножко, а я считаю это конкретно неправильно. Я считаю, что каждый должен делать то, что у него получается лучше всего. И завершающий вопрос. Если бы у вас была бы возможность отправить всему миру послание, что бы вы сказали за 30 секунд? Любите. Любите и никогда ни о чем не жалейте. Так просто? Да. И правдиво. Спасибо большое Гюлярханам за теплую и искреннюю беседу. Мы от всего женского сообщества ИС и нам на Вазарев желаем вам процветания. Спасибо большое. Большое спасибо.